вот этот первый да потом у меня был еще один шестерка потом после шестерки у меня получилось так что папа отдал свой 4s это как бы откат но ничего как бы нормально тоже походил с ним потом у меня еще была пятерка была 7 плюс 8 плюс и вот iphone 10 у меня был и потом уже 11 а нет не 11 12 да никита колосов фанат айфонов свой первый аппарат хранит до сих пор его подарили родители в честь начала учебного года когда никиту еще учился в школе с тех пор молодой человек предпочитает только яблочные смартфоны айфон это удобно красиво очень все работает как часики то есть потому что apple она же что делает она для каждого айфона прописывает определенное приложение то есть нет такого как на андроиде что просто выбрасывается в его play market приложение которое принципе для всех подходит для айфонов по-другому теперь никита опасается что новый телефон перестанет работать да конечно боюсь потом я уже выключил авто обновление вот поэтому как бы да страшно то что телефон станет кирпичом что им ничего никак не воспользуешься опасения подобного рода напрасны уверены продавцы модных смартфонов те кто вложился в технику apple могут спать спокойно на кону репутация фирмы имя делается годами никто не заинтересован в том чтобы его запятнать по нашим данным то что мы там общались с теми кто работает в авторизированных сервисных центрах от наших наших партнеров там то есть запчасти пока поставляются в сервисные центры гарантию apple не прекращали не прекращает в россии то есть все по гарантии также обслуживается в россии с этим проблем нет никто там отключать айфон и собирается это тоже не надо это большой репутационный ущерб компании впрочем самарцы уверяют что готовы к любым неожиданностям в том числе и те кто обладает яблочным устройством если вдруг отключат айфон и превратятся в кирпичи ну наверное вспомним прошлое и воспользуемся кнопочными телефонами nokia 3310 я не переживаю что что не будет айфонов у меня их никогда не было я никогда не стремился купить меня совершенно устраивает мой смартфон отлично жила без айфона и не качество не расстраиваюсь я думаю что есть другие модели телефона которым можно пользоваться данил лишенко много лет работает в сервисном центре занимается ремонтом телефонов говорит продавцы хорошо разбираются в достоинствах моделей которыми торгуют а слабые места по которым нужно судить о качестве известны лишь тем кто технику ремонтирует данил уверен паниковать по поводу исчезновения яблочных телефонов с российского рынка не стоит айфоны аппараты премиального сегмента позволить себе их могут не все тем более что достойные фирмы есть и в более доступной ценовой категории к примеру samsung компания является мировым лидером по производству и реализации смартфонов у них есть качественные линейки с 20 оснащенные камерами высокого разрешения и функциональными возможностями весной ожидается презентации новой модели а уже летом она поступит в продажу флагманские их модели в достаточно высоком ценовом диапазоне они являются именно полноценными аналогами техники apple компания samsung должна представить ну в принципе у них есть модели с 20 с 20 ультра они точно также шикарные в плане камер там стоят самсунговские фирменные процессоры которые но обеспечивают определенный уровень оптимизации качества работы устройства также у samsung опять же флагманские модели даже прошлых поколений они все равно достойно внимания скажем так и заслуживают его это из 10 с 10 е с 10 ультра слова данила лишенко подтверждает и управляющим магазином который специализируется на продаже яблочной техники даниил морозов самсунгах это есть 22 серия там у них целая линейка вот это их флагман принципе очень крутой телефон даже в каких-то моментах лучше чем айфон работает там они очень сильно в сторону камеры работают и производительность по бенчмаркам показывает больше чем 13 серия айфона по словам специалистов неплохо зарекомендовали себя на российском рынке телефоны huawei и honor вот сейчас выходит модель p50 у huawei p50 pro p50 это шикарные камерафоны они компания huawei и honor они работают с лейко и у них очень классные камеры хонор это вообще всегда вот супер славились они камерой какой то есть они всегда вставку в рекламе везде делают на камеру и вот реально есть взять в руки там посмотреть как вот айфон хонор снимает какой-нибудь самые последние по самым самые последние серии взять то реально заметно как там более качественная заметно съемка вот именно видео то что касается видео и фото еще один несомненный плюс телефонов huawei honor в ситуации когда за границей для россиян заблокированы карты виза и мастеркард это возможности расплатиться не прибегая к использованию наличности если мы говорим про то чтобы есть в поездках за рубеж пользоваться картами то huawei хороший вариант сейчас потому что union pay платежная система китайская она на huawei их доступна еще одна достойное внимание фирма по мнению экспертов xiaomi у xiaomi те же самые модели от mi 11 mi 11 light mi 11 е это хорошие модели они идут но все-таки проще сегментом как по мне чем samsung но при этом на достойном уровне у xiaomi точно также есть несколько моделей которые могут конкурировать указанными ранее производителями но качественно они точно также хороши они функциональны но там есть определенные нюансы которые могут немножко выводить из себя банально в родной оболочке фирменной у них бывает даже всплывает реклама в самом телефоне от этого можно избавиться и достаточно легко но далеко не каждый пользователь готов вот в принципе этим заниматься целом можно взять с вами такой боль там где больше памяти оперативной больше то есть там режимов съемки если мы говорим пробить не 11 серию в отличие от айфонов смартфоны на базе android обладают не только более низкой ценой и но еще и возможностью установки приложений из неавторизованных источников и операционной системы с открытым кодом который можно видоизменить их привлекательности в аппаратных характеристиках качестве камеры и экрана а также высокой автономности у iphone 13 серии про частота обновлений экрана 120 герц в то время как у бюджетных смартфонов на android 60 герц звучит весомо но в реальности большинство пользователей разницы в честкости изображения не заметят айфон начиная с 10 серии долго держит заряд около суток но все равно уступают в этом смартфонам на android те могут не разряжаться до 48 часов еще один аргумент в пользу телефонов android смартфоны apple совместимы только с девайсами от той же фирмы наушниками смарт-часами системой умный дом телевизионными приставками у конкурентов такого ограничения нет все устройства android могут совмещаться друг с другом тем кто все же успел купить айфон не стоит переживать что в случае его поломки не будет необходимых деталей на замену в сша самой калифорнии apple не производит ничего они там занимаются сугубо программной частью и продажей большая часть комплектующих но и в принципе вообще все комплектующих производится либо в индии либо в китае зная китайский рынок у них будут абсолютно идентичные аналоги либо же просто-напросто сняты какие-либо маркировки спрос рождает предложение как только прошли слухи о прекращении продажи айфонов в россии предприимчивые граждане скупили телефоны многие при этом взяли кредиты и тут же выставили их на продажу на всевозможных сайтах по завышенным ценам ну да типа ажиотаж такой на этом даже кто-то пытается работать но непонятно даже как это ну кто кто он будет это покупать там я видел это из за 500 и за миллион кто-то выкладывает это как это там душу свою продаю то же самое продавцы уверяют не стоит поддаваться панике и платить перекупщикам не все крупные ритейлеры комментируют ситуацию на камеру но один из них прислал нам письменный ответ из которого следует что продукция apple по прежнему будет доступна правда в ограниченном количестве мы не планируем останавливать продажи продукции apple в ближайшее время модель бизнеса компании предполагает закупку небольших партий товаров с быстрой реализацией продукция apple в настоящий момент есть наличие и будет появляться на сайте это заявление подтверждают и в другом магазине торгующим яблочными смартфонами айфоны пока продаются они есть в объемах у наших пока дистрибьюторов вот по факту пока только закрылся сайт apple вот но айфоны в наличии их можно купить вопрос пока только в цене кстати о цене сейчас самая последняя модель айфона 13 pro продается за 200 тысяч рублей самую бюджетную iphone se 2020 можно купить за 50 тысяч при этом продавцы ждут поступления новой модели вчера apple представила новое поколение съездщик соответственно это скорее всего цене даже упадет по прогнозам специалистов цена на эту модель упадет примерно на 10 тысяч рублей таким образом ее можно будет приобрести за 40 тысяч удобно поэтому проект Редактор субтитров А.Семкин